Ирина Зартайская. Я не люблю Новый год. Вот так. На елках мне скучно, и я ненавижу эти глупые сладкие подарки, которые выдают всем детям. Так и вижу, как их упаковывают на конфетной фабрике толстенькие тетеньки, выбирая самые невкусные конфеты. Карамельки, желейные и еще такие с белой приторной начинкой, от которой зубы сводит. Уверена, что эти самые тетеньки не любят детей, иначе бы они не стали набивать подарочные картонные коробки такой трухой. Ты слишком привередлива, говорит мне Тина, раскусывая очередной леденец. Какая разница, что они туда кладут? Главное, нам это достается совершенно бесплатно. Тина невероятно практичная и очень любит получать что-то за даром. Она обожает все новогодние акции, собирает крышечки от Кока-Колы и защитные мембраны от банок с папиным кофе. Самое интересное, что она всегда выигрывает. И у нее уже вся комната завалена всякими безделушками, вроде плюшевых мишек с красными шарфиками, рождественскими колпачками и красными кружками с надписями «Новый год, круглый год, самый лучший снеговик» и «Дедушка Мороз знает, кто вел себя плохо в прошлом году». Последняя надпись, но точно не про меня. Видимо, я слишком плохо себя веду, потому что каждый год Дед Мороз приносит мне не то, что я прошу. Вернее, это началось тогда, когда я впервые сама написала ему письмо. Мне было четыре, и я еще не успела возненавидеть Новый год так, как сейчас. Мама с папой предложили мне написать список подарков и отправить его Деду Морозу. И что вы думаете? Под елкой я не нашла ничего из того, что мне действительно хотелось. С тех пор прошло уже целых пять лет, и все это время я не люблю Новый год. Кстати, до него осталась всего неделя. Мама уже начала готовить квартиру к празднику и купила подарки всем нашим родственникам и друзьям. А папа собрался идти за елкой. Я стараюсь не обращать на них внимания. «Лиззи, дорогая!» зовет мама. Папа достал с антресолей новогодние украшения. «Иди скорее к нам!» Каждый год одно и то же. Я знаю, что они не отстанут, пока я не подойду и не сострою довольную мину. «Детка, смотри, твой любимый ангелок!» Мама протягивает мне бумажную фигурку на ниточке. «Я ее помню. Мы сделали его вместе, когда мне было три». «Очень мило!» – отвечаю я, изображая улыбку. «Ух ты, серпантин!» – восхищается папа так, как будто впервые его видит. «Вау!» – откликаюсь я и уныло киваю. «Вот это штука!» Улыбка исчезает с папиного лица. Я понимаю, родители огорчаются, когда видят, что все это совсем неинтересно. И я уже сто раз пыталась им объяснить, что я не люблю Новый год. Но они ко мне привязались со всей этой мишурой. «Лиззи, дочка!» – вздыхает папа и садится рядом. «Ну неужели тебе совсем не хочется праздника? Ведь Новый год – это так здорово!» Ну вот опять. Я вижу, что мама тоже расстроена. И мне хочется сказать им что-то доброе и утешительное, но вместо этого я почему-то выкрикиваю. «Да отстаньте вы!» Я выбегаю из комнаты, поспешно натягиваю сапоги, куртку, накидываю на шею шарфик и, хватая на ходу шапку, выскакиваю из дома. Мы живем за городом, так что я могу выходить на улицу одна и когда захочу. Это одно из преимуществ жизни вне города. «Лиззи, вернись!» – слышу я мамин голос. Но я уже далеко, но их надоело. Я бреду по заснеженной дороге. Снег под ногами хрустит так, как будто я наступаю на сухое печенье и понемногу успокаиваюсь. Мне нравится этот звук. И я люблю оставлять на снегу следы от ботинок. У них на подошвах красивый узор в виде цветов, и мне кажется, что на снегу вырастают настоящие цветы. Я как раз высаживаю очередную снежную клумбу, когда рядом раздается громкое «Апчхи!». От неожиданности я подпрыгиваю, отпечаток подошвы смазывается так, что цветы становятся похожими на взлетающий верх новогодние фейерверки. «Извини, если напугал», – говорит незнакомый мальчик, вытирая нос рукавом. «Ростом почти с меня, в шапке, завязанной под подбородком, и в красном пуховике. Обычный такой, и как он тут оказался?» «А мы только что переехали». Он мои мысли, что ли, читает? Я хмыкаю и начинаю ковырять снег носком ботинка. «Меня Ник зовут, а тебя?» – спрашивает мальчик и заглядывает мне в лицо. Я делаю шаг назад. «Лиза, то есть Лизи!» – поправляюсь я. И мои щеки теперь пылают совсем не от мороза. Ник улыбается. Между передними зубами у него щербинка. Я обращаю на нее внимание и думаю, что в ней, наверное, все время застревает еда. Должно быть, это ужасно неудобно. Зато я свистеть умею, смеется Ник и тут же подтверждает свои слова свистом. «Да как он это делает?» – я снова хмыкаю. «Чего ты такая грустная?» – спрашивает Ник. «Скоро ведь Новый год?» И этот туда же. Я театрально закатываю глаза и произношу так, чтобы он запомнил раз и навсегда. «Я не люблю Новый год!» Ник не задает никаких вопросов, не спрашивает, почему и как это произошло. Он просто молча кивает, но его лицо приобретает серьезные выражения. «Ясно», – говорит он. «Значит, ты из этих?» «Каких еще этих?» – спрашиваю я. «Почему-то мне не очень нравится, как звучит это его этих…» «Разочарованных». Тут я совершенно перестаю что-либо понимать. «Да кто он такой, этот Ник, чтобы делать вид, будто он меня знает?» «Разочарованная?» «Вот еще, это я-то?» «Наверное, по мне слишком хорошо видно, что я просто закипаю от возмущения». Ник поспешно извиняется. «Да ты не волнуйся так, Лиз, это вовсе не страшно. Это когда простуда или грипп, в общем, от этого лечат. «Ты что ли врач?» – спрашиваю я. Ник качает головой. «Не совсем», – говорит он. «Я вроде как Дед Мороз, только маленький». В первую секунду я даже не знаю, что сказать. Просто смотрю на этого странного мальчика в красном пуховике и молчу. А потом заливаюсь смехом. Таким, знаете, который не остановить. Смеюсь и смеюсь, падаю в снег и дрыгаю ногами. «Дед Мороз, ты?» Я стараюсь подавить и код. «Ой, не могу». Ник кажется совсем не расстроен. Наоборот, он начинает смеяться вместе со мной, падает рядом и катается по снегу так, словно это я глупость сморозил, а не он. «Ты чего смеешься?» – спрашиваю я сквозь смех. «Потому что ты мне не веришь», – отвечает Ник, поправляя шапку. Я сразу перестаю хохотать. «Ты что, сумасшедший?» Ник встает, отряхивается и протягивает мне руку. «Да нет», – отвечает он, – «просто веселый». Я встаю рядом с ним. Снег попадает мне за шиворот и теперь просто тает, стекая струйкой по спине. «Если ты Дед Мороз…» – маленький, – поправляет меня Ник. «Да-да, прости», – я откашливаюсь в кулак. «Если ты маленький Дед Мороз, то ты и большого знаешь?» Ник утвердительно кивает головой. «Отлично, наверное, родители его уже ищут с полицией. Мальчик, который возомнил себя Дедом Морозом, простите, маленьким Дедом Морозом, разгуливает на свободе». «И как он там?» – продолжаю разговор. «Так, как будто мы говорим о его папе или дедушке. Ничего особенного». «Думаю, он расстроен», – говорит Ник. «Ему обидно, когда мы встречаем разочарованных». «Вот, значит, как?» «Ага, обычно это только со взрослыми бывает, но случается, что и дети заболевают. Так же, как и я, я глубоко вздыхаю и смотрю в холодное зимнее небо, а на какого-то особенного сиреневого цвета. Когда я была совсем малышкой, папа возил меня в садик на санках. Я лежала на них, укутанной в одеяло, и смотрела в небо, а оно плыло надо мной вместе с облаками, солнцем и луной». «И что же ты собираешься делать?» – спрашиваю я наконец. Ник смотрит мне прямо в глаза. «Лечить?» «Отлично», – говорю я. «С чего начнешь?» Я смотрю на Ника всем своим видом, давая понять, что я не верю ни единому его слову, но, кажется, это совершенно его не смущает. «С твоей подруги», – отвечает он. «Стины?» – удивляюсь я. «Откуда ты ее знаешь?» Ник кивает. «Мы пока не знакомы лично, но она одна из тех, кого мы называем счастливчиками». «Что же, замечательно. И что же делает ее такой счастливой? Уж не те ли конфеты из подарочных елочных наборов?» «Не только». Счастливчики сохраняют способность радоваться празднику и верить в чудеса. Их не собьет с толку кислая начинка в шоколадной конфете или небрежная упаковка. Я презрительно фыркаю. «Ну, конечно, Тину вообще ничего не собьет с толку. Ей-то всегда дарят то, что она попросит». «Это не так», – возражает Ник. «Я что, произнесла последние слова вслух?» «Я просто умею читать мысли», – поясняет Ник. «Так, словно это было каким-то совершенно обычным делом. Тине не всегда дарят то, что она попросит. Не всегда получается. То письма задерживаются, то ломается машина по производству подарков». «Машина по производству чего? Подарков. Но это не важно. Тина обладает способностью радоваться всему, что у нее есть. Это качество превращает ее из обычной девочки в счастливицу». «Мне становится холодно стоять на месте, и я предлагаю пройтись. Тем более, начало темнеть. А папа с мамой не любят, когда я прихожу домой поздно. Несмотря на то, что я вот так убежала из дома, я вовсе не хочу заставлять их волноваться. Мы идем по аллее и молча смотрим на деревья, одетые в снежные шапки. Мама иногда подшучивала надо мной, дергала заснеженную ветку, и на меня обрушивался целый снегопад. «А что дальше?» – спрашиваю я Ника. «Дальше?» – ты начал с Тины. «Ах да, дальше твои родители!» Я уставилась на него. «Мои родители?» – Ник кивает. «Они могут подхватить от тебя разочарованность». А в их возрасте это очень опасно. Разочарованные взрослые редко поддаются лечению. Тут мы почти бессильны. «И что же с ними происходит?» – спрашиваю я, прикусив губу. «Со стороны этого почти не видно, но у них на душе становится пусто. Они теряют способность радоваться пустякам, перестают видеть красоту вокруг, их начинает интересовать только работа и телевизор. Но это уже ужасно!» – вскрикиваю я. «Мои родители никогда не любили смотреть телевизор. Они предпочитали играть со мной в настольные игры, гулять и ездить в город. Правда, в последнее время я стала замечать, что они все чаще начали задерживаться на работе». «Этого не может быть!» – выдыхаю я. Ник покачал голову и сказал, что так бывает с теми, кто живет рядом с разочарованными. «Но ведь они только сегодня предлагали мне сходить за елкой и украсить комнату. Но ты убежала ведь так?» Я смотрю на него, и в моих глазах блестят слезы. «Но я же не знала! Что мне теперь делать, Ник?» «Не то, чтобы я ему верю, нет, просто мне вдруг становится страшно. И то, что он говорил, кажется теперь не таким уж невероятным». «Не бойся!» – Ник берет меня за руку. «Держись крепко!» «И прежде чем я успеваю удивиться или испугаться, мы взмываем вверх так, словно это что-то совершенно обычное. Раз – и уже в небе!» Я миллион раз видела, как летают в мультфильмах, но никогда не думала, что это так легко. В животе что-то ухает, подпрыгивает и падает одновременно. Я еще крепче сжимаю руку Ника. «Это как это? Куда ты меня?» Я с трудом подбираю слова, но на такой высоте это простительно. «Я хочу кое-что тебе показать», – говорит Ник. Прямо как в рождественской песне. «А я что, скрудж?» Нет, смеется Ник. Я никак не могу привыкнуть к тому, что он умеет читать мысли. Его случай был куда сложнее твоего. Я решаю больше ничего не спрашивать, даже мысленно. Просто смотрю на мерцающие внизу огни – оранжевые теплые фонари, которые я всегда так любила. Во время снегопада под ними здорово стоять и смотреть на кружащиеся снежинки. Кажется, что попал в тот сувенир – стеклянный шар с маленькими домиками внутри. Ник отрывает меня от моих мыслей, потянув куда-то в сторону. Мы оказываемся рядом с огромной новогодней елью. Она вся искрится огнями, золотой и серебряной мишурой, разноцветным серпантином и хрустальными шарами. «Какая красота!» – вздыхаю я. Мы опускаемся, и я подхожу поближе, чтобы рассмотреть елочные украшения. «Что это?» – тихо спрашиваю я. В хрустальном шаре, словно кино, крутится какой-то сюжет. Приглядевшись, я вижу себя и маму. Вижу, как она протягивает мне ангелочка, а я отворачиваю в сторону. А вот я вскакиваю и выбегаю из дома. «Что это?» – спрашиваю я уже громче, резко поворачиваясь к Нику. «Это твой хрустальный шар», – объясняет он. «Такой есть у каждого разочарованного. В нем все те моменты, когда ты убеждаешь себя в том, что не любишь Новый год. Каждая минута, когда ты не хочешь верить в чудо». Я закрываю глаза. Мне не нужно было смотреть в хрустальный шар, чтобы вспомнить все те моменты, когда я ненавидела Новый год и все, что с ним связано. «И что мне с ним делать?» – спрашиваю я. Мне кажется, мой голос дрожит, но я надеюсь, что Ник никак это не заметил. «Разбить его?» – отвечает Ник. «Это звучит слишком просто, но вполне правдоподобно. Поэтому я без лишних слов снимаю свой хрустальный шар с ветки и, не раздумывая ни секунды, со всей силы бросаю его на землю. Я уверена, что он разлетится на мелкие осколки, но вместо этого вижу шар, лежащий у моих ног, целым и невредимым. «Почему он не разбился?» – спрашиваю я, чуть не плача. Ник поднимает шар с земли, отряхивает от снега и протягивает мне. «Это значит, ты еще не отпустила». «Что? Обиду? Не отпустила обиду? О чем это он?» Я снова заглядываю в шар и вижу себя у новогодней елки, разворачивающей подарок. Я сразу узнаю этот год. Тогда я очень хотела конструктор с пиратами. Это было довольно странно для девочки. А получила розовую кукольную мебель. А вот я открываю коробку в ожидании лодки с алыми парусами, но вместо нее нахожу там плюшевого щенка. «Я поняла», – говорю я, переводя взгляд на Ника. «Подарок не важен?» – да. «Он важен», – отвечает Ника и кладет мне руку на плечо. «Любой. Главное – уметь его принимать». «Главное – уметь принимать». Я вспоминаю, как мама каждый раз радуется моим открыткам, иногда запачканным краской и с остатками клея. И как папа смеется и целует меня в благодарность за то, что я слепила из пластилина его портрет, больший, похожий на устрицу. Я закрываю глаза, поднимаю шар и разжимаю руки. «Дзынь!» Теперь я уверена, что он разбился, исчез, испарился. Но вместо него у меня осталось что-то гораздо более ценное. «Дзынь!» Я открываю глаза. «Ник!» Вокруг темно, я протираю глаза и понимаю, что я в своей комнате лежу в постели. «Дзынь!» Это вовсе не хрустальный шар, это звонок в дверь. Я слышу, как мама открывает дверь, затем звонки смехтины. «А где Лиззи?» спрашивает она. «Легла отдохнуть», отвечает мама. «Проходите!» «Проходите?» «Значит, Тина не одна. Я никак не могу прийти в себя. Неужели это был сон? И маленький Дед Мороз, и наш полет, и новогодняя ель с хрустальными шарами?» Дверь в комнату приоткрывается, пропуская узкую полоску света. «Лиззи!» шепотом говорит мама. «К тебе пришли!» Я выхожу из комнаты. Передо мной стоит Тина. На ее лице, как обычно, сияет улыбка. «Счастливится!» вспоминаю я. «Привет, Лиз!» «Смотри, кого я привела!» Она отходит в сторону, и я вижу Ника в шапке, завязанной под подбородком и красном пуховике. «Ты?» Я не верю своим глазам. «Вы знакомы?» Тина поворачивается ко мне. «Он же только что переехал. Когда вы успели?» Я смотрю на Ника, и он тихонько подносит палец к ямочке над верхней губой. Папа рассказывал мне, что эта ямочка появляется у людей тогда, когда ангелы перед тем, как отправить детей на землю, прикладывают к их ртам указательный палец, чтобы те не сболтнули лишнего. Я молчу киваю Нику и чувствую, как сердце у меня в груди стучит все чаще. «Ну что же вы тут застряли?» восклицает папа, выглянув из дверного проема. «Мы как раз еще елочные игрушки достали. Пойдем елку наряжать!» Да, кричит Тина, но сразу же осекается и бросает на меня неуверенный взгляд. Хотя Лис, наверное, не хочет. Я смотрю на свою лучшую подругу, на папу, на маму, на Ника. «С удовольствием!» говорю я, ведь Дед Мороз не должен подумать, что в нашей семье есть разочарованные. Не думаю, что кто-то, кроме Ника, понял мои последние слова, но в их восторженном «Ура!» было столько счастья, что я невольно улыбнулась и почувствовала себя одной из счастливчиков. А это уж, поверьте, куда приятнее, чем быть разочарованный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова